Сразу два молодых человека скончались от передозировки. Мне тяжело сказать, что неудобно, потому что я не судмедэксперт. Понимаете, ну предварительно передозировали каким-либо веществом. Чем чревато употребление курительных смесей? Поддержали одежды. Беженцам вручили сертификаты на единовременную покупку. Спасибо большое, конечно. Потому что остались ни с чем. Чем еще можно помочь? Ну хоть какую-нибудь работу, чтобы я могла снимать квартиру и что-то жить. Льготники массово отказываются от соцпакетов. Как пойдешь туда и так, и так, и так, которые мне надо, нет их. Стоит ли менять здоровье на деньги? Цифра неутешительная. Работаем с пенсионерами в результате, в порядке. Крошечные паразиты, большие неприятности. Ребенка на голове поймали, на постели поймали. Блохи не дают покой жильцам одного из домов Нижнекамска. Отличились по всем показателям. Особый кабинет. Это не просто кабинет, это лаборатория по предмету химии, физики и биологии. Он укомплектован нанооборудованием. Какие школы в числе лучших по республике? По православному календарю наступила осень. От этого всего. С такое облегчение. Прямо вот из храма выходишь, и кажется, что с тебя груз какой-то тяжелый ушел. В храмах отметили яблочный спас. Екатеринбург, Казань, Оренбург и Нижнекамск. Этот предсезонный турнир среди команд юниорской хоккейной лиги проводится ежегодно. В этом году он будет проходить на протяжении шести дней. В городе стартовал хоккейный турнир среди команд юношеской хоккейной лиги. Добрый вечер. В прямом эфире Нижнекамские новости. Итоговый выпуск в студии Алмазкашев. Сразу два смертельных случая от периодизировки наркотиков. Речь идет о курительной смеси Спайс. В обоих случаях погибли молодые люди 28 лет. Врачам скорой помощи, выехавшим на вызов, спасти их не удалось. Анастасия Шакирова продолжит тему. Первый случай произошел 17 августа в 4 часа вечера. Скорая помощь выехала по вызову. Звонили родственники 28-летнего молодого человека. По приезду медикам оставалось лишь констатировать смерть. Предварительная версия, что мужчина умер от передозировки Спайсом. Второй случай произошел в этот же день, но уже в 12 часов ночи. И снова вызов скорой помощи. Врачи пытаются спасти уже другого 28-летнего парня. Реанимационные мероприятия результатов не приносят. Мне тяжело сказать, у чего они умерли, потому что я не судмедэксперт. Понимаете, ну предварительно, либо передозировка каким-либо веществом, каким-либо. Либо отравление неизвестным веществом. То есть это может быть, ну опять-таки это догадки, я не компетент в этом. То есть это судмедэкспертиза пока что. Сегодня количество молодых людей, употребляющих Спайс, в Нижнекамске растет. Вот систематически в наркологическую клинику обращаются за помощью те, кто уже не в силах отказаться от употребления курительных смесей. Курительные смеси, они вызывают очень быструю психическую и в дальнейшем физическую зависимость. Достаточно бывает однократного, двукратного употребления, когда уже эта зависимость, она развивается полностью. И человек полностью зависим к этому веществу. И очень опасность этого вещества в том, что оно изменяет сознание человека, его психику, действие на центральную нервную систему. У человека полностью пропадает ориентация при отравлении хуже, при употреблении этих веществ. Медики добавляют, человек, который курит Спайс, является наркозависимым. И помочь ему могут только врачи-наркологи. Анастасия Шакирова, Ренат Харасов, Новости НТР. Несчастный случай в Дмитриевке. В подвале дачного участка обнаружены супруги без признаков жизни. По предварительной версии, пенсионеры отравились парами химического вещества. Подробнее Алсу Рахматулина. Тела 79-летних пенсионеров находились в погребе два дня. Только на вторые сутки вечером, разыскивая их, приехала дочь. По словам соседей, супруги в тот роковой день красили крышу дома. Мы не общались с ними в основном. Но люди такие. Они пришли, закрылись и все. Никого не пускали и сами не общались. Она вот здесь стоит, говорит, можно фонарик зарядить. Я вспомнил, у нас света-то нету. Отключили с утра, да, Бейтханзе? И до пяти часов света не было. Она повернулась, ушла. Погибших нашли в подвале с фонариком в руках и в сидячем положении. По предварительной версии, пожилые люди отравились парами химического вещества. Вероятнее всего, ацетона. 16 августа вечернее время было обнаружено труп мужчины и женщины в погребе огородного участка в садоводчестве «Нефтехимик». Было обнаружено родственниками. На данный момент обстоятельства разбираются. Сейчас по данным поводу все-таки было. Аусу Рахматульна, Максим Липин, Новости НТР. Появилась информация о молодом человеке, который хочет встать в ряды ополченцев. Нам удалось с ним связаться по телефону. Сегодня он добровольно отправился в соседнюю страну, где развернулись боевые действия. Мужчина попросил не называть своего имени по телефону. Он нам рассказал, почему принял такое решение. Там тяжелый отцомок сейчас. Людям тяжело приходится. И вот я имею огромное желание помочь. Поеду в самую гучу. Это решение принималось весны аж. Долго думал, думал, думал. И потом и обстоятельства такие сложились. И все так. Один к тому подошло. То, что вот, решился и поехал. Ну, защитить мирных, во-первых, обеспечить нормальный коридор для выхода через границу. Потому что у них там коридор то открывается, то закрывается. И они не всегда могут выбросаться. С добровольцами мы как бы сами себя экипируем, сами себе дорогу обеспечиваем. До приграничного города. Там уже через границу нас уже, конечно, заслужит переводить. Ну, и, соответственно, там уже кормяшка, все вот это вот. Остальное все как бы с них уже это. В то же время тем, кто бежит из Украины, в Нижнекамске вручают сертификаты. И сегодня их получила семья Красильниковых из Луганска. Дочь и мама бросили все имущество и приехали к родным в Нижнекамск. Помочь жителям Украины решили в магазине Еврохенд. Руководство выделило 12 сертификатов, каждый на 1000 рублей. На них можно совершить единовременную покупку. Накануне мы отдали три сертификата семье Щербаковых. Сегодня два сертификата Красильниковым. Спасибо большое, конечно. Потому что остались ни с чем. Отзывчивым людям, которые отнеслись к нашему. Сейчас Татьяна Красильникова и Инна Мальнева остро нуждаются в теплых вещах. Из Луганска они взяли лишь документы. Кроме того, женщины ищут работу и жилье. Наживала, наживала, трудилась. Посмотрите, какая она. И она своим трудом себе купила квартиру, мою обставила. А теперь остаться ни с чем, да? Страшно. Будем надеяться. Бомбят, и у нас бомбят уже, в наш городок. За подарочными сертификатами к нам на НТР пришли также Алла Дроватова и Татьяна Юрикова. Они из Донецкой области. В Нижнекамск приехали с семьями. Когда на их земле начались бои, решили бежать. Покинуть территорию Украины им удалось с трудом. Ехали на свой страх и риск. Пока остановились у родных, им также требуется работа и жилье. Сюда приехали мы к родственникам. Сейчас оформили, по крайней мере, справку уже дали о беженстве. Оформили сертификат в больнице. Мы теперь ищем работу. Какую работу подсеркнули? Ну, по своей специальности мне надо подтверждение полностью, потому что у меня специфическая такая работа. Ну, хоть какую-нибудь работу, чтобы я могла снимать квартиру и что-то жить. Некуда возвращаться. Ни работы, ничего же нет. Магазины все пустые, деньги не дают, не платят. Ни зарплаты, ни пенсии, ничего нет. Там просто жить невозможно. Имеющихся у нас сертификатов на всех не хватает, поэтому мы обращаемся к предпринимателям с просьбой последовать примеру магазина Еврохента и пойти навстречу людям. Впереди холода, а у беженцев нет теплой одежды. Желающие помочь могут обратиться к нам в телекомпании телефон 077. Количество федеральных льготников, отказавшихся от набора социальных услуг, неуклонно растет. Только за последнее время деньги, а не бесплатные лекарства, выбрал 31 человек. Врачи бьют тревогу. Алсу Юматова продолжит тему. Гаяс Галимов один из тех, кто когда-то отказался от лекарств в пользу денег. Пенсионер говорит, что на то есть веская причина. Как пойдешь туда, и так, и лекарства таких, которые мне надо, нет их. Вот и получается, что по 5 раз, по 10 раз ходишь туда. А что говорят? Вот я отказался. Что говорят? Нету все. Поворачиваешь, ходишь. Там же скандал не сделаешь ведь. Врачи не отрицают. Проблемы с лекарственным обеспечением есть. Но в этом нет вины медиков. Проблема в том, что выявляются новые больные с серьезными заболеваниями. Объясняют это и Гаязу Галимову. Ведь его хроническое заболевание может в любой момент обостриться. На сегодняшний день идет у многих, как в стадии ремиссии, что общее самочувствие хорошее. Но в связи с истечением времени самочувствие все-таки может ухудшиться. И пациенты об этом не задумываются. Вот они думают, на сегодня у них все хорошо, значит, они могут обойтись без этих лекарственных препаратов. В данном случае речь идет о больных с сахарным диабетом, онкобольных и людях, страдающих бронхиальной астмой. Пенсионерка Луиза Ермолаевна выбрала лекарство. У нее онкология. Бабушка понимает, что на свою пенсию купить дорогостоящие препараты для поддержания стабильного состояния здоровья она не сможет. Поэтому и другим советует хорошо подумать перед тем, как сделать выбор. Ведь от болезни никто не застрахован. Лекарства, пусть лекарства. Так легче, лучше ей помогает. К слову, у нас в городе почти 23 тысячи федеральных льготников. 70% из них уже отказались от соцпакета в пользу денег. Цифра неутешительная. Работаем с пенсионерами в индивидуальном порядке. С каждым пенсионером задаем вопрос. Вы посоветовали с истыщим врачом или нет? Потому что очень много случаев, когда потом приходят, плачут, просят. Работаем даже с автеками в том плане, что если человек пришел, прошел о свидетельствовании, его сразу предупреждают. То есть если вы будете отказываться от соцпакета, то в следующий раз, когда мы будем проходить о свидетельствовании, мы будем внимательнее смотреть, может быть, у вас нет необходимости в инвалидности, раз вы не хотите пользоваться лекарствами. Скоро, а если быть точнее, в 2015 году закон о монетизации отпразднует 10-летний юбилей. За это время многие все-таки решили для себя, что важнее, бесплатные лекарства или небольшая прибавка к пенсии. В любом случае, это выбор каждого. Только вот определиться с ним нужно уже в ближайшее время. И еще нужно помнить о том, что потом изменить свое решение будет невозможно. Ни врачи, ни специалисты пенсионного фонда помочь уже не смогут. Также не помогут и обращения в министерство. Поэтому нужно определяться уже сейчас. Сейчас сумма пособия составляет 881 рубль. Чтобы отказаться от набора соцуслуг или возобновить, нужно обратиться в отделение пенсионного фонда до 1 октября. Алсу Юматова, Рафаэль Ракипов, Евгений Лызаев, Новости НТР. Жители дома по улице 50 лет октября жалуются. Подвал оккупировали блохи. Для того, чтобы зайти в подвальное помещение, жители опрыскивают себя дихлофосом. Но даже это не помогает. Почему люди не могут избавиться от непрошенных гостей, узнал наш корреспондент. Травили, травили, да так и не вытравили непрошенных гостей. Блохи решили окончательно завоевать территорию подвального помещения 13-го дома по улице 50 лет октября. Я в дом управления обращалась. Никто не приходит, никто не обращает внимания. У нас ребенок маленький, мы живем на первом этаже. Я в подвал ходила два раза, принесла домой блохи. У ребенка на голове поймали, на постели поймали. Я с тех пор теперь в подвал не могу спуститься. Каждый поход жителей дома в подвал заканчивается вытряхиванием блох с одеждой, телом и принятием душа. Их столько, что находиться там больше пяти минут опасно. Блохи облепляют все тело. У нас проблема на весь дом одна, все мы мучаемся. И я на пятом этаже живу, уже дошло до пятого этажа. Брызгало, дома в ванной полно было. Просим принять меры всем домам. Из-за нехватки мест в квартире жители вынуждены ставить свои запасы на зиму в подвальное помещение. Многие вещи гниют, все это создает антисанитарные условия. Поэтому в подвалах появляются непрошенные гости. Специалисты утверждают, эффект от санитарных работ будет только тогда, когда все санитарно-гигиенические условия будут соблюдаться. Каждый дом управляющих компаний с нами имеет договор. Согласно заявке мы проводим обработку. Вот в частности, данная заявка по 50 лет октября, дом 13. Наш данный дом включен в график, наш рабочий график. В ближайшие дни будем обрабатывать. А что там сказали, была когда-то обработка и эффективность вот такая низкая. Наша организация начала работать только с 1 июля. Многие жители домов порой сами виноваты в появлении блох, рыжих муравьев, клопов и крыс. Специальные службы для проведения дезинфекции не могут попасть в подвальное помещение. Закрывают подвалы сами жители дома. Специалисты предупреждают жителям, во время санобработки нужно открывать и освобождать помещение подвала. Тогда проводимая работа будет эффективной. Алсур Ахматульна, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В Нижнекамске стартовала приемка детских садов к новому учебному году. Надзорные органы проверяют систему противопожарной безопасности, санитарные нормы, оснащение медпункта и прочее. Сегодня комиссия побывала в 78 и 53 детских садах. Вообще же проверка будет длиться до 27 августа. Светлана Шумкова продолжит. Пока малыши мирно играют за столиками, по детскому саду ходят пожарные, полицейские и врачи. Но это не ЧП. Взрослые здесь как раз для того, чтобы никаких происшествий в дошкольном учреждении не было. Одно из важных требований – противопожарная безопасность. Сотрудник осматривает здание, проверяет работоспособность огнетушителей и не только. С нашей стороны проверяется состояние пути эвакуации, знание персонала по действиям в случае пожара и наличие автоматической пожарной сигнализации с выводом радиоканала в пожарную часть. Осматривают каждое помещение, практически каждый угол. Например, специалисты санэпидемстанции тщательно проверяют пищеблок. Небольшие нарушения по санитарным нормам все же выявили. Это для корда охлаждения. Получаете корой? Получаем, а как же? Ну, температура тут для корды не соответствует 8 градусов. В медпункт тем временем наведали специалисты управления здравоохранения. Проверяли наличие медикаментов, оснащение кабинета, оборудование и документы. Ну, все-таки вот сейчас у нас третий, да, по счету третий детский сан. Вот сравнить с ними вы проигрываете. А сейчас будет все сделано. Все-таки медицинская документация – это лицо тоже нет. Каждый детский сад основательно готовился к этому экзамену все лето. Но без нареканий, однако, не обошлось. Небольшие недочеты присутствуют. Специалисты стараются максимально требовательно подходить к исполнению их предписаний и рекомендаций. Поэтому мы работали в течение года, готовились. Ну, конечно же, есть небольшие недочеты. Приемка детских садов будет продолжаться еще неделю. Устранить нарушения необходимо к началу нового учебного года. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Православный мир отмечает сегодня яблочный спас. В этот день церковь почитает преображение Господня. По преданию на горе Фавор Христос предстал перед учениками в божественном обличии. По народным приметам яблочный спас означает наступление осени. О традициях и приметах праздника расскажет Александр Акишин. Явилось облако, осенившее всех, и ученики Иисуса услышали голос. «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Его слушайте». Именно этот ключевой момент Библии и является преображением земного Иисуса в божественного Господа. Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам рассказывать об увиденном, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Для каждого верующего это предание имеет особенное значение. Господь преобразился, что Он нас преобразил, что Он нас вдохновляет к вечной жизни, помогает нам выжить вот в это трудное время. Господь сказал, приходите ко мне, порадуйтесь. И вот мы идем, приходим сюда, молимся, радуемся, просим прощения. И от этого всего, с такой облегчением, прямо вот из храма выходишь, и кажется, что с тебя груз какой-то тяжелый ушел, и тебе легко становится. В народе праздник преображения Господня величают яблочным спасом. Принято считать, что ночи после 19 августа становится намного холоднее. А еще до спаса нельзя было есть яблоки. Но сегодня этот запрет отменяется. Несмотря на то, что всем этим поверим уже сотни лет, Отец Иоанн видит в празднике гораздо более глубокий смысл. Самое главное, мне бы хотелось к этим плодам, к этой радости, которую мы обретаем, задуматься и над тем значением преображения Господня. Господь преобразился перед апостолами, показывая ту славу, которую ждет каждого человека, ту радость, то преображение небесное, показав то, что именно Он вольно пришел на страдания, Сам Господь на крестную смерть, что они увидали, действительно Господь преобразился и через очень горькую Голгофу даровал Царствие Божие каждому из нас. Как и любой православный праздник, богат на приметы и яблочный спас. Считается, что сухой день предвещает сухую осень, мокрый – мокрую, а ясный – суровую зиму. А если в этот день пойдет мелкий дождик, значит Бог подает весть об урожае. Еще одна примета гласит, когда ешь первое яблоко, что надубано – сбудется, что сбудется – не минуется. Поэтому и думать нужно только о хорошем. Александр Акишин, Максим Липин, Новости НТР В этом году 10 нижнекамских школ вошли в число 100 лучших школ республики. Для сравнения, в прошлом году таких было 7. Лидирующую позицию в списке лучших в Татарстане среди наших учебных заведений занял 35-й лицей. Какая она – одна из лучших школ республики, узнавала Екатерина Разина. В этом году по результатам единого государственного экзамена наивысший стобальный результат в Нижнекамске получило 11 учеников. И вот чем поистине может гордиться 35-й лицей – это тем, что 5 выпускников с наивысшим стобальным результатом обучались в стенах именно этой школы. Трое из них получили наивысший балл по химии, один по физике и один выпускник по биологии. Что касается биологии, то результат 100 баллов у нижнекамского ученика единственный в Татарстане. Это большая победа не только для школьника, но и для педагога. Я вас приглашаю в кабинет. Особый кабинет. Это не просто кабинет, это лаборатория по предмету химии, физики и биологии. Он укомплектован нанооборудованием. Гузелья Инсафовна часами может рассказывать об этой школьной лаборатории. Дорогостоящее нанооборудование школа получила еще в 2012 году за высокие результаты на Олимпиадах всероссийского уровня. Благодаря хорошему оснащению и высокопрофессиональному педсоставу лицеисты ежегодно заявляют о себе не только на уровне республики, но и на уровне России. В этом году учебное заведение вошло в число 100 лучших школ Татарстана. Те знания, которые они получили на уроке, они высказывают, могут положить в портфель. Если же они не все поняли на этом уроке, значит, им нужно еще доработать, переработать. Значит, они выбирают мясорубку. Но если они считают, что им эти знания не понадобятся, то они, значит, могут положить мусорную корзину. До мусорной корзины знания в этом кабинете не долетают никогда. Да, интересные подходы к обучению учитель математики в высшей квалификационной категории использует постоянно, потому все ее выпускники без проблем поступают в высшие учебные заведения. В этом году один из ее воспитанников получил высший балл по математике в городе, а ее кабинет получил статус «Лучший кабинет математики в Нижнекамске». Вообще попасть в 35-й лице не так-то просто. Дети обучаются здесь с 5-го класса и проходят своеобразный отбор перед поступлением. Мы детей тестируем, проверяем уровень IQ психолога. И кроме этого, как говорят, математика царица всех наук, поэтому предмет математики является предметом тестирования и русский язык. Сейчас школьные коридоры пусты, но уже 1 сентября в одной из лучших школ республики вновь зазвучат детские голоса. Голоса будущих победителей и успешных представителей нового поколения. Ведь педагоги 35-го лицея прививают детям главное правило – в стенах их школы стыдно учиться плохо. Екатерина Разина, Евгений Лазаев, Новости НТР. Если вы пропустили выступление финалистов программы «Звезда караоке за камский сезон», у вас есть возможность их увидеть. Сегодня в 19.10 мы покажем, как выступили на концерте любители. В этой категории за право называться лучшим боролись 7 человек. Участники проекта исполнили композиции в разных жанрах и стилях. Вокалисты выложились на все 100%, чтобы удивить зрителей. Напомню, финал телеконкурса НТР «Звезда караоке» прошел 31 июля. Выступление любителей смотрите сегодня в 19.10, не пропустите. Впереди новости спорта и прогноз погоды. Завтра первый выпуск новостей. Смотрите, как обычно, в 10.00. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Екатеринбург, Казань, Оренбург и Нижнекамск. Этот предсезонный турнир среди команд юниорской хоккейной лиги проводится ежегодно. В этом году он будет проходить на протяжении 6 дней. В Нижнекамске стартовал хоккейный турнир среди команд ЮХЛ. Об этом и не только. Сразу после рекламы. В медицинском центре «Донта» ведет прием врачи высшей квалификации. Невролог, лор, стоматолог. Услуги УЗИ. Адрес химиков 27А. Телефон 417090. Банк не ограничен стенами здания. Хороший банк – это опыт и знания. Клиентов доверия. Верность партнеров. Каждого. Тысяч и миллионов. БТА Казань – твой банк. Дэнс. 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 Роша. Дэнс. Войди в историю Ди. Делай Дэнс. Танцуй и снимай. Выложи видео в Инстаграм с хэштегом Дэнс Энка. Участвуй в первом флэшмобе от ДФМ Нижнекам. Неожди. Зажги на Ди. Подробности на официальном сайте. Ди. Дэнс. Доснем 5.ру. Возрастное ограничение 12+. База стройматериалов ВИСТ. Мы не заманиваем скидками. Мы сразу даем реальную цену. Все, что нужно для строительства. Кирпич, цемент, пиломатериалы, утеплители, кровля, а также многое другое. К вашим услугам опытные менеджеры-консультанты. База стройматериалов ВИСТ. Первопроходцев 14. Телефон 8-987-219-15-56. Тоно. Нижнекамск. 220 тысяч населения. Школы, больницы, дороги, жилые дома. И 5 миллиардов рублей на то, чтобы сделать город лучше. Как в Нижнекамске решают городские задачи? Что сделано и что сделать предстоит? Об этом в новом цикле программ «Городские задачи» на канале НТР. 14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан 5-го созыва. Выдвижение и регистрация кандидатов будет проходить до 18 часов 30 июля. Предвыборная агитация на телевидении, радио и печатных средствах массовой информации начнется с 16 августа. Адреса избирательных участков будут опубликованы в печатных СМИ. Вы также можете найти адрес своего избирательного участка и узнать, есть ли вы в списке избирателей на сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Голосование проводится на всей территории Республики Татарстан с 7 до 20 часов. 14 сентября день голосования. Татарстан голосует. Ваш голос важен. На телеканале НТР новости спорта в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Родители переживают, а дети бьются. В Нижнекамске стартовал турнир по хоккею с шайбой среди команд юниорской хоккейной лиги. Участники приехали с разных уголков России. Аделья Сиразова побывала на первом соревновательном дне. Этот предсезонный турнир среди команд юниорской хоккейной лиги проводится ежегодно. В этом году он будет проходить на протяжении шести дней. Принять участие в нем изъявили восемь команд. Две из которых представляют Нижнекамск. Остальные же хоккеисты приехали из Оренбурга, Екатеринбурга, Казани и других городов России. В первый соревновательный день оба представителя Нижнекамска играли друг с другом. Нефтехимик против сборной с одноименным названием, только со вторым номером. Нефтехимик два с первых минут завладел территориальным преимуществом, но каждая атака завершалась безрезультатно. Забить не удавалось и первой команде. Как итог стартовая 20-минутка так и закончилась при нулевой ничье. Если честно, как-то не очень. Наша команда выглядит. Парни там помоложе, бегают, стараются. Но мы тоже, может, чуть не доценили соперника. Еще что-то пока 0-1, сейчас будем добавлять во втором периоде. Получилось не просто добавить, но и дожать. Игроки в белой форме разгромили первую команду, забросив 8 шайб. Нефтехимик ответил лишь тремя голами. Пока на льду шла игра, на зрительских местах переживали неравнодушные болельщики, родители и близкие юных хоккеистов. Только первая игра у них начинается с сезона. Мы пришли поболеть за Родиона Ульчинского под 30-м номером. Это друг моего сына и сын моего друга. Поэтому нам очень приятно. И хотим пожелать им успехов. Стараются ребята. Поэтому спорт у нас, сами знаете, в России продвигается. А как мы уже должны болеть за них, поддерживать во всем. И психологически, и морально. Молодежка, она хорошая игра играет. Они лучше играют, они отобранные играют. Они отнимают, отбирают, забивают. Все участники между собой сыграют по круговой системе. Каждый день, начиная с 9 утра. Вход на ледовую арену свободный. Матчи проходят в Старом Ледовом дворце. Адалия Сиразова, Евгений Лазаев. Новости НТР. В республике Башкортостан в городе Салават завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек. По итогам соревнований пять татарстанских спортсменов завоевали путевки на домашний чемпионат мира. В числе серебряных медалистов спортсмены из Нижнекамска. Весовой категории 71 килограмм. Призером стал Эрик Махмутов. Всего же в соревнованиях приняли участие 170 борцов из 10 регионов страны. Чемпионат России пройдет в декабре этого года в селе Телячи. Хоккеисты Нижнекамского нефтехимика провели необычную тренировку. Они усердно работали над игрой в обороне. Изюминку тренировочному процессу придал тот факт, что одна пятерка атаковала, а другая защищалась, но без клюшек. Вместо обычного снаряда обороняющимся выдали палки без крюка. Сначала играли в равных составах, затем перешли к обороне в меньшинстве. Такая тренировка учит хоккеистов правильно выкатываться на атакующего игрока, чтобы максимально усложнить для него бросок поворотом. Завтра стартует второй тур первенства города по футболу. После первых игр положение дел в турнирной таблице следующее. По разнице забитых и пропущенных лидирует Союз НК. С таким же количеством набранных очков следом за лидером расположились футболисты команды Яшлег. Пропускавшие первый тур игроки полимеров встретятся с ветеранами. Начало матча завтра в 18.30 на стадионе «Дружба». А уже в эту пятницу «Шиних» сыграет против команды Яшлег. Массовое событие пройдет в Нижнекамске 21 августа. В канун дня государственного флага Российской Федерации состоится велопробег. Его дистанция составит около 6 километров. Велосипедисты с флагами нашей страны, республики и города пройдутся по главным проспектам Нижнекамска, а затем финишируют около парка нефтехимиков, где состоится праздничный концерт. Принять участие в этой спортивной акции могут все желающие в возрасте от 14 и старше. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды и новости на татарском языке. Ну а я же с вами прощаюсь. Еще увидимся. База стройматериалов ВИСТ. Мы не заманиваем скидками, мы сразу даем реальную цену. Все, что нужно для строительства. Кирпич, цемент, пиломатериалы, утеплители, кровля, а также многое другое. К вашим услугам опытные менеджеры-консультанты. База стройматериалов ВИСТ. Первопроходцев 14. Телефон 8-987-219-15-56. Кирпич, цемент, пиломатериалов ВИСТ. 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 Продолжение следует...